Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Подружка Ксении Бородиной Катя Жужа удивила своих подписчиков. Она рассказала, что будет новой ведущей новостей Дома-2. Уже в ближайшее воскресенье Екатерина должна появиться на экранах. Однако не все поверили, что это может быть правдой. Скорее всего, Жужа просто так пошутила накануне 1 апреля. Вова Гаути и Катя Гужевинская снова проживают вместе. Они заселились в отдельную комнату, которую целый день обустраивали. Но зрители уверены, что мир и согласие в этой паре явление временное. Скоро опять начнутся скандалы, тем более, что через несколько дней на поляне появится Семен Фролов, который и был причиной разногласий между Вовой и Катей. Отношения Тимура Гарафуддинова и Кристина Лисковец сошли на нет. Тимур пишет, вот такие у нас отношения, смотрим в разные стороны. Сегодня я принял решение уехать с острова, а что будет дальше, я не знаю. Но Кристина на Сейшелах одна не останется. Чтобы поддержать свою бывшую любовь, на Сейшелы вылетает Федор Стрелков. А ведь совсем недавно он вносил ее в черный список и отказывался с ней общаться. Напомним, у них уже были неудачные отношения. Именно Стрелков помог Кристине вернуться после ее изгнания с проекта. Но Кристина предпочла все-таки Тимура. Николас Карапанайотидис, как вы помните, после расставания с Таней Кузнецовой, начал ухаживать за Татой Абрамсон. Но его ухаживания, видимо, не понравились девушке. Тата рассказывает, сегодня у нас была мужская предвариловка. Я не вышла за Николасом. Как я поняла, ему было неприятно. На данный момент я одна. Удивительно, как быстро участники проекта меняют свои симпатии. Вот и Елена Босс призналась, что Игоря Трегубенко она уже не любит. Ей очень нравится Андрей Черкасов. Она говорит, что будет бороться за взаимность со стороны Андрея. Тем более, сейчас это будет не так сложно, потому что Вика Романец улетела на Сейшелы. И она не будет создавать преград своему бывшему парню. И Саша Харитонова тоже смирилась с тем, что преподаватель Саид Нигматуллин не собирается ради нее бросать свою жену. И теперь она влюблена в Костю Иванова. Ну и раз Костя вместе со своей девушкой Сашей Гозиас улетели на Сейшелы, то и Харитонова тоже в ближайшее время собирается на Остров Любви. Алекс Гулиев, как вы помните, ухаживает за Аленой Юдиной, которая совсем недавно была в паре с Денисом Козловичем. И Гулиев опасается конкуренции со стороны своего предшественника. В сети появилось сообщение от Алекса. Он пишет, обращаясь ко всем девушкам, открыт кастинг на проект к Денису. Если есть желающие пообщаться, пишем сюда, либо ему на страницу, обязательно стройное, красивое и желающие отношения. Андрей Чуев поставил условия своей девушке Марине Африкантовой, что если она не вылетит из Арабских Эмиратов 31 марта, как планировала, если они с мамой снова продлят отпуск, то между ними все кончено. Он написал, Марина 31 марта домой и начинает заниматься подготовкой к моему приезду. Вы очень хорошо с мамой отдохнули. Больше никаких перекладываний вылетов. Переложишь вылет, вылетишь. Мама Марины отписалась, что она не собирается идти на поводу у Чуева, а Марина пока молчит. Африкантовы устроились в встречу с фанатами. Это их первая встреча, Марина пишет. Любимые мои, спасибо всем, кто пришел. Я получила колоссальное удовольствие от нашей фан-встречи. Я даже не ожидала, что к нам придут столько красоток. Извините нас за небольшое опоздание. Это наш первый опыт. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!